дорогие друзья коллеги охотники всем привет на этот раз мы с вами будем долго и довольно нудно общаться на тему выбора прицела ночного видения или сокращенную пнв для ночной охоты под 12 калибр я бы сейчас конечно мог открыть вот коробку с ночником показать вам комплектацию рассказать о его особенностях затем пожелать всем ни пуха ни пера и засима откланяться и я это обязательно сделаю чуточку позже однако считаю что такой формат видео инструкции не в состоянии будет ответить на весь ряд вытекающих вопросов при выборе пнв поэтому на коротенький обзорчик даже не надеетесь то есть сейчас мы с вами пройдем вот весь путь что называется от а то я при выборе бюджетной модели пнв который прошел ваш покорный слуга хотел бы подчеркнуть слово бюджет ну вот не знаю как вы но я лично не олигарх не в состоянии покупать себе ночники ценой это 100 200 выше тысяч рублей поэтому в данном обзоре мы будем с вами говорить о дешевых ночниках ценой в пределах 30 35 тысяч то есть мы понимаем что это ночники с лопами первого или там поколение 1 плюс если быть точнее и далее я вам докажу что даже с такими ночниками можно и нужно охотиться и они способны перекрыть практически все задачи по ночной охоте заодно мы с вами еще и развенчаем миф который периодически всплывает и блуждает на просторах оружейного форума гансу в простонародье ганза о том что данные пнв первого поколения это полный кошмар что с ними вы ничего не увидите что охота с такими ночниками вообще невозможно не тратьте зря деньги я вам на своем опыте и мы это с вами дальше поймем докажу обратно но для начала друзья вот чтобы ответить на все эти насущные вопросы при выборе пнв давайте их сперва значит сами себе же зададим и на них же ответить вот я даже специально их выписал чтобы было наглядно понятно поэтапно вот весь процесс выбора итак вопрос 1 для выполнения каких задач по охоте нам все-таки нужен пнв ну конечно прежде всего мы с вами подразумеваем ночную охоту на копытных слышек и лобазов так как к сожалению значит другие виды охоты скажем такой как с подхода ночью с использованием под стольного фонаря и будь то ночника у нас запрещен однако я вот знаю некоторые охотничьи хозяйства ну это так скажем частные коммерческие охотничьи хозяйства где даже такой вид охоты разрешен но давайте все-таки мы с вами будем говорить о традиционном виде охоте свыше и вот давайте сразу оговорюсь что я бы хотел опустить всю эту демагогию по поводу там этичности не этичности охоты свыше от себя лишь добавлю что вообще такой вид охоты уходит глубоко корнями на руси еще в дореволюционные времена ну откройте сабане его того же почитайте там у него довольно все подробно рассказывается о так называемой охоте на овсах слаба более того такой вид охоты официально у нас разрешен значит и имеет право на существование как и любой другой традиционный так скажем вид охоты с гладкого ствола таким образом задачами которые мы ставим перед пнв мы определились и идем далее вопрос номер два в чем преимущество пнв перед подствольным фонарем ну здесь долго обсуждать рассусоливать я думаю смысла нет это как бы и так понятно буквально в тратце поговорим проговорим во первых это конечно же возможности процельного выстрела по конкретному выбранному зверю однако не только с помощью ночника мы можем также наблюдать за дикой природой за поведением зверя ночью то есть как бы приоткрыть вот эту завесу то есть заглянуть за кулисы ночной жизни животных то что глазу человека недоступно чего конечно невозможно сделать при использовании подствольного фонаря во вторых конечно же при использовании пнв сокращаются шансы на то что вы сделаете подранка или случайно выстрелите по самке чего не скажешь фонаре потому что при нажатии на кнопку загорается свет у вас буквально несколько секунд на принятие решения на открытие огня то есть мы с вами уже понимаем что использование ночника во много раз расширяет возможности охотника и минимизирует вероятность промаха либо случайной стрельбе по самке все охотники которые имели опыт многочасового сидения ночного на вышке в ожидании выхода зверя и вот когда выходит что-то такое темное то есть это какое-то огромное пятно а у тебя подствольный фонарь ты по сути не видишь где там сам как 10 кач или там подсвенок к тебе ну ты нажимаешь на кнопку звери естественно реагируют у тебя секунда 2 чтобы выстрелить и то есть довольно таки очень малые шансы на результативную охоту здесь надеюсь понятно идем далее вопрос 3 и об какого поколения выбор для охоты ну на самом деле здесь вопрос довольно обширный и часто обсуждаем то есть рейндж очень велик можно выбрать цифровой его или на электронно-оптический преобразователь так называем или аналоговый первого поколения либо третьего там то есть вот настолько велика разница но опять же давайте мы с вами здесь ограничимся определенными критериями то есть мы с вами понимаем что охота будет вестись с вышек а это значит что расстояние от вышки до самой прикормочной площадке примерно вот там 35 до тире 150 метров что позволяет вести прицельный огонь как с гладкого ствола так и с нарезного оружия без проблем обычная рабочая дистанция как бы его в первого поколения точнее первый плюс это 100 150 метров то есть по сути перекрывает нашу с вами задачу по охоте свыше верно самым основным вот таким отличием и плюсом цифровиков является отсутствие вероятности засветки то есть попадание яркого света в оптику что может вывести прибор из строя также мы должны понимать что вот наличие специальной оптики которая обеспечивает отсутствие дисторсии так называемой по-научному ну или проще говоря искажение изображения должно обязательно присутствовать и неважно цифровой или аналоговый пнв есть и свои минусы как правило все цифровые ночники довольно энергозатратные то есть кушают они будь здоров и владельцам таких пнв приходится таскать за собой чуть ли не арсенал там каких-то свежих батареек для их оперативной замены либо покупать так называемую док станцию аккумуляторную которую ну все равно после каждой охоты после каждой вышки приходится заряжать в отличие от цифровых пнв аналоговые работают от двух пальчиков батареек причем без перерыва с включенным и к фонарем до 70 часов я считаю здесь как бы это один из таких важнейших плюсов на охоте теперь давайте все-таки разберемся в поколениях этих иопов которые существуют от 1 до 33 плюс так называемое поколение ну грубо говоря чем выше поколение тем значит в них лучше оптика там шире угол обзора там выше дальность обнаружения объекта так скажем его по первого поколения или даже точнее один плюс имеют дальность обнаружения объекта от 100 до 150 метров в отличие так скажем от поколения 3 плюс которая там обеспечивает дальность заявленную до 800 метров но как мы с вами уже поняли из предыдущего моего вот рассказа повествование что в основном мы с вами говорим об охоте с вышки на дистанциях до 100 там максимум 150 метров но есть конечно там и на 200 метров эти лобазы для охоты с карабинами однако и опыт первого поколения ну если точнее то 1 плюс уже все-таки позволит пожалуйста обеспечить такую видимость где-то на поле то есть на открытом пространстве хотел бы отметить что все-таки ночник это не тепловизор и а там безупречной четкости видение там через ночник на особо дальние дистанции мы как бы можем с вами забыть но мы же с вами не олигархи чтобы покупать там я не знаю теплики ценой в миллион рублей которые там за километр видят как ползать мышка это конечно все круто но давайте отпустимся на землю четвертый и довольно важный вопрос какой же именно пнв будет держать 12 калибр и вот здесь мы уже с вами плавненько подобрались к выбору непосредственно модели пнв его обзору но для начала все-таки давайте более детальнее разберемся в вопросе о выборе пнв под гладкий ствол 12 калибра как мы с вами понимаем энергия пули и отдачи 12 калибра во много раз превосходит распространенные калибры нарезного оружия и вот здесь для нас значит модельный ряд так скажем довольно резко сокращается особенно если мы опять же говорим о его пах поколения 1 плюс в большинстве своем все эти ночники предназначены для нарезного оружия с значительно меньше дульной энергии чем у 12 калибра по большому счету модельный ряд поколение 1 плюс очень ограничен вот я себе присматривал первоначально определенную модель ночника дедал российского производства которая гарантированно выдерживает стрельбу на гладкостворе 12 калибр однако же вот какое-то время назад там был провал у них были какие-то проблемы с на заводе с производством самих и опов и когда они там до этого стоили там в районе 30 тысяч рублей после этого провала уже начался кризис и видимо и по какой-то причине цена на них хотя это отечественный прибор опять же поднялась в два раза сейчас он стоит что-то в районе 60 там даже 70 тысяч рублей таким образом круг поиска у меня резко сократился учитывая что те же белорусы вот со своими пульсарами практически один не рекомендуют использовать на гладкоствольном ружье тем самым как бы не гарантируют там сохранность прибора и в случае если вдруг он выходит из строя по причине там стрельбы с 12 калибра мы с вами слетаем с гарантии и не дай бог какой ремонт мы уже с вами производим за свой счет и как же вот быть в такой ситуации когда никаких по сути гарантий нет бюджет ограничен а вот ночник вот прям как кровь из носа нужен бой как хочется что делать дело в том что у каждого ночника есть так называемый параметр ударная прочность который измеряется в джоулях то есть грубо говоря какую энергию пули допустимую выдерживает данный конкретный пнв и здесь мы с вами должны будем прибегнуть простой арифметики нам потребуется формула для расчета дульной энергии пули вот перед вами эта самая формула внимательно изучите я вот все подробно здесь расписал так что вот надеюсь вопросов никаких возникнуть не должно запишите эту формулу либо там снимите скриншот с экрана она вот вам еще не раз пригодится в хозяйстве ну вот лично я друзья привык использовать на охоте по копытам подкалиберную пулю полева номер 6 в данном случае это 33 с половиной грамма отгрузки это прекрасно сбалансированный боеприпас имеющий превосходные показатели кучности и сильного останавливающих действия ну в вашем случае это может быть любой другой пулевой патрон который вы обычно привыкли использовать в охоте на копытных там также при пристрелке вот у самого ночника либо коллиматора не важно и так для расчета дульной энергии пули нам необходимо знать ее несколько параметров а именно массу и скорость пули удульного среза и если с первым как бы параметром никаких проблем не возникает обычно на коробке вот пуль всегда указывается ее масса ну вот в данном случае еще расскажу что это пули полева 6 с массой 33 с половиной грамма то вот для скорости удульного среза обычно как бы проще всего просто позвоню то есть на коробке это не пишется проще всего позвонить на завод производителя они обязательно вам подскажут но и как в интернете без проблем можно забить и найти как бы этот параметр вот они две эти необходимых величины нашей пули то есть вот мы видим что скорость ее 430 метров в секунду веса значит 33 с половиной грамм как я уже не раз говорю значит далее мы переводим вес пули из граммов килограммы то есть получаем массу пули 0,0 335 килограмм и далее по формуле помножаем на 430 в квадрате и далее делим на 2 ну а грубленно это там значит 3097 джоулей таким образом мы с вами отвечаем еще на один вопрос и решаем по сути задачу по выбору пнв то есть мы с вами понимаем что прибор нам нужен который будет держать более 3000 джоулей но я имею ввиду в данном случае конкретно вот под мою пулю полева и сейчас мы с вами убедимся что вот такие приборы они существуют именно бюджетные именно отвечающие всем нашим условиям и требованиям поколения 1 плюс и по сути это уже как бы ответ на последний вопрос хочу чтобы было дешево и сердито и теперь предлагаю вот всю эту информацию несколько подытожить то есть мы с вами ищем прибор то есть начнику свопом поколения 1 плюс который значит в оптике которого должна отсутствовать дисторсия все должно быть видно четко без каких-либо искажений с контрастным изображением значит он должен стабильно держать 12 калибр значит хорошо бы чтобы у него было вот дополнительное крепление на корпусе для установки дополнительного инфракрасного фонаря об этом я вам расскажу уже непосредственно в обзоре зачем в принципе нам нужен будет также значит он должен видеть на расстоянии там до 100 150 метров он должен быть экономичным в плане питания то есть две пачковой батарейки и работать будь здоров сколько и он еще должен быть бюджет то есть вот довольно таки такие суровые требования мы предъявили к нашему ночнику и теперь мы наконец подошли к сухому остатку а именно к обзору непосредственно модели пнв который я приобрел вот свои вот эти все задачи под свое ружье любимая арбуса на 612 модели это называется пульсар сентинелл gs 2 на 50 поколение 1 плюс значит вот белорусского производителя